Забота о хлебе насущном сегодня состоит не только в том, чтобы найти на прилавке нужный товар. Теперь покупателей интересует и состав продуктов, а особенно наличие или отсутствие ГМО или гена модифицированных организмов. В декабре прошлого года в Украине постановили – на всех продовольственных товарах должно быть указано, есть в них ГМО или нет. Сегодня на каждом украинском батоне можно увидеть знак «без ГМО». А вот проверить на практике, так ли это – задача не из лёгких. Это могут делать только специализированные лаборатории. После вступления в силу практически вся продукция в супермаркетах стала без ГМО. Все заказали себе клише или стикеры, наклейки и клеят. Естественно, протестировать всю продукцию, имея всего лишь 20-25 лабораторий на Украине. То есть мощности лабораторий не позволят протестировать всё это. Практика показывает – хлеб на наличие ГМО проверяют единицы. Мне на тестирование хлебобулочные изделия попадались трижды. Это был хлеб ручной работы для ресторанов, для таких более элитной. А вот производители хлеба говорят, что законодательство в Украине не объясняет, кто должен проводить тестирование на ГМО – они или поставщики сырья. Содержится в хлебе мука и подсолнечное масло. Эти два ингредиента в принципе могут содержать ГМО. Если поставщик нам дал подтверждение, что в них нет ГМО, должны ли мы делать и дать подтверждающие документы в том, что в конечном продукте тоже нет ГМО. Пока производители думают, кто должен отправлять продукцию на исследование, экологи бьют тревогу. По их мнению, ГМО в Украине вообще нужно запретить, поскольку их влияние на здоровье человека не исследовано и непредсказуемо. А существующая маркировка не даёт достоверной информации о наличии модифицированных организмов. «Это фактически обычная лента, на которой печатается цена. Они взяли эту ленту и начали печатать, без ГМО. Но никакой ответственности не несёт на себе производитель, потому что этот ценник наклеен просто на целлофановый пакет». Для покупателей вопрос оказался тоже принципиальным. «За границей, например, в Англии, продукты, которых есть ГМО, вообще продаются в отдельном магазине. Я считаю, что такая проблема должна быть у нас решаться точно так же. Человек должен знать, что он покупает». «Считаю, что вот эти гомомодифицированные продукты очень вредные, они должны быть значительно дешевле натуральных продуктов. И это просто нужно не просто фиктивно маркировать, а по существу». А вот уличить производителей в недостоверной информации в Украине пока невозможно. В прислужбе Госпотребстандарта сообщили, что из государственного бюджета средств на проверку продуктов на наличие ГМО не выделили. NTD. Киев. Украина.